Из потопа так и пыт, пыль по полю летит. Здравствуйте, дорогие друзья. Песня 21 вас приветствует в эфире международного телеканала, который так и называется. Песня 21. Я с нетерпением жду, когда появится первый зритель. Виталий Соловьёв. Отлично вижу. Виктор. Там я ещё не вижу. Хорошо. Ну, Виктор, я вас вижу. Итак, уже два, три, четыре. Отлично. Наверное, Елена Пинчук там, простите. Татьяна Тимофеева, Наталья Сумцова, Алексей Петров, Татьяна Енина, Ольга Фалеева, Алексей Селюнин. Дорогие друзья, значит, наша программа показывается сейчас. Оп, лайки пошли, лайки пошли. Это значит что? Значит, всё хорошо. Напишите, как там решать. Вижу, да. Лариса Картузова, Кира Сиров, Михаил, они на... У меня чудо не было. Радостно приветствуем. Значит, Михаил Новицкий в эфире вас приветствует. И, естественно, неизменный наше всё оператор и директор Елена Пинчук. Вот здесь у нас люди из ВКонтакта, здесь у нас люди из Фейсбука, насколько я понимаю. И потом мы это всё ещё выложим в Одноклассники. Кому будет. Ну, как вы догадались, песня Орликин и Карабас. И, конечно... Максимов Балясников привет пишет. Так, я его обещал, Малиновые штаны Баляснику обещал и Ку. Вот. Но не сейчас. Сейчас будет история. История театральная. Вы знаете, конечно, многие видели отрывки. А может, кто-то целиком смотрел фильм, о чём говорят мужчины. Мужчины, они везде говорят, 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 говорят. И иногда они говорят и в театре, когда... Не во время спектакля. Или за курсами. Вот. История, которая описывается в данной песне, она написана... В общем, она, может быть, полудокументальная. Полудокументальная. Написана... Писалась она где-то лет пять. Вот так вот эта история. Песня так долго писалась. В тот момент, когда я немножко ушёл из театра. И... Работал сторожем. Просто ушёл сторожа. На некоторое время. Тут нужно было немножко отдохнуть от этого террариума. Денина Выкшинникова. Бывает и такое, друзья. Вот. И... Теперь... У песни была хорошая судьба. Её записали. Она вышла в альбоме. Полетела звезда. Написана в хорошем качестве. Но поскольку традиция есть традиция. В этой программе однажды какую-то песню, не повторяясь, исполняю. То вот такая история. Я сейчас её исполню. Она записана, как я сказал, на альбоме. Вот влетела звезда. Спонсорами этой записи была радиостанция Гордарика, которая сейчас не существует. Малькова Мария. Марина Михальчик. И записывал эту песню. Замечательный звукорежиссёр Игорь Перехатый. За что ему от меня и от вас, естественно, всех большое спасибо. И вот понимаю, что некоторые из вас сейчас находятся, ну, в метрах, может быть, ста от нашей студии. Некоторые в километре. А некоторые, господи, наверное, тысяч двадцать километров. И мы видимся. Как замечательно, временно живём. Лен, что нам пишут наши ребята и девчата? Вячеслав Балясников пишет. Привет номер два из Фейсбука. Максим Дроздов. Очень рад, Михаил, видеть вас. Лариса Картузова. Поздравляю с Днём театра. Дмитру Челман. Приветствую. Елман. Челман. Рад очередной встрече. Алексей Штукин. С праздником, Мишка. Станислав Дьяченко. Смотрим и слушаем. Ура. Владимир Узланер смотрит. Канада с нами. Татьяна Шашкова. Михаил Великанов. Алекс Листовский. С праздником, друзья, пишет. Вот. Вконтакте тоже. Тамара Пущина. Доброго вечера пишет. Елена Шилина. Вячеслав Сальников. Наталья Бабурина. Вот. Прямо всех так и вижу. Танюшка Марковина. Как много знакомых на этой земле у меня. Спасибо, друзья, что вы с нами. Карина Старостина присоединилась. Привет. Вот. И я не случайно повесил сегодня этот знак. Потому что история, о которой говорили мужики в театре, она немножко со знаком плюс. Ну, я подумал, что 16 плюс будет в самый раз. 18 будет уже переборчик, а вот 16 плюс в самый раз. Поэтому уберите от ваших этих самых... Гаджетов. Да. Слишком чувствительных и маленьких. Я вижу лайк, значит, нормально. Я увидел Орегину даже. Да? Хорошо. Итак. Вы готовы? Потом напишите, что это было. Что вы увидели, что вы почувствовали, что вы узнали. Так случилось, что в театре в поздний час Пили водку Орликин и Карабас. Говорили об искусстве, о большом искусстве и об об их разговор у них зашел. Всем известно, как напьются мужики. Так дерутся или чешут языки. В разговоре через слово, через два Произносят нехорошие слова. Мы их замаскировали. Типа... Там, в беседе, это и было решено. Что, дейбовочка, холодное бревно. Что и пол, что и влог, а дети и хрен. А, ну а сто у них, как сова, жених Шаген. Голубин стало проще выявить. Раньше золото брала, теперь и медь. И принцессу может снять сегодня вся. За бутылку, за стакан и за косяк. О-о-о-о-о-о ... Карабас достал еще один графин И, вздохнув, сказал, Тоскливо орлики, как тоскливо Орлики от этих рост. Глядь, Мальвина, стоп. Малину, ты не трожь. Знай, Мальвину я люблю, и хоть не трус. Десять лет молчу. Признаться, все боюсь. Ведь Мальвина, это чудо-существо. Это ж сказка, это просто божество. Раз девчонку так воспел пьеро-поэт, Так у ней, наверное, даже письки нет. Ну, как у Барби. Я не понял, орлики, что за черприз? Ты ж цинично перетрюхал всех актрих. Весь театр говорит, что это так, да? Да, даже страшную старушку шипокляк. У Мальвины никаких хабибичей нет. Нет? Нет! С юных лет она в мой ходит в кабинет. Так что, братец, я на ней давным-давно. Знаю каждое, родивое, и то. И стошнило. Карликина с этих слов. Он был сердце своё выблевать готов. И с размаху худрука ударил в глаз. Карабас. Миг! Чего себе! Подумал Карабас. 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 А потом они сидели до зари Водки выпили, наверное, литр три. А на утро репетиция, тренаж, Чинка, пьеса, киносъемки и массаж. Будет вечер и зажгут прожектора, Ура! И свершится то же чудо, что вчера, Ура! Но в малина очарует этот саунд. Будет музыка, овансы и будет шквал! Мы тут профи, Орликин и Карабас. Это раз! Карабас поправит гримом, ну и битый глаз. Это два! Орликин и смешон и весел, как всегда, да? Да! Так аплодируйте же, дамы, господа! Да-да-да-да-да-да-да! Да-да-да-да-да-да! Слава Арикину! Да здравствует бары, амина! И Карабас-Марабас! А также старуха Шипокляк! Ура! Слышу ваши бурные аплодисменты, естественно, друзья! Спасибо, спасибо, спасибо! Спасибо за то, что вы прослушали какой? 69-й у нас, да? 64-й. 64-й? 64-й выпуск. 64-й выпуск. Александр Нечаева, Евгений Поваляшко, Светлана Федотова, Наталья Дубинина, Рустам Суфиянов, Анна Киселёва, Александр Фёдоров присоединились. Алексей Селюнин пишет очень веселая комедия «33 подзатырника», Эдвард Плефлянский, Игорь Фомин присоединился. Черепоец. Да. Татьяна Йенина пишет, хоть ты и написал там «16 плюс», она пишет «Вместе с Михаилом поёт сын, 4 года, мужик растёт». Понятно. Игорь Фомин пишет, о, какая песня. Немного Игорь Фомин и Череповец запоздали на песню в 21. Валерия Охварк с нами. Вы сможете посмотреть, да, наши. Оля Яковлева, Алёна Крымова. Игорь Фомин пишет, маэстро приветствует вся Вологодская губерния, а также Череповец. Вологодский с нами, это приятно. Как вас там Череповец не задымился? Ваш друг тракторочек присоединился. Татьяна Дрогина, Наталья Бродская, Светлана Чехновская, Мария Анна Баконина, Сергей Пелевин, Роман Седачёв, Джек Водогрей, Виталий Иванов, Виктор Мосин. И у нас Карина Старостина, Станислав Дьяченко, Елена Прудникова привет пишет. Как много у меня хороших друзей. Вячеслав Балястников пишет, что у него чайник помогал тебе свистеть. Свистеть. Да, помогал тебе. Лариса Картузова аплодисменты, Александра Смирнова. Что она пишет? Она ничего не пишет. Ничего не пишет. Она смотрит. Она только смотрит. Вот и жди. Вот, хорошо. Татьяна Шашкова, браво. Браво, спасибо. Татьяна Шашкова. Друзья мои, я всех вас, всех своих коллег, одноклужников, и те, кто раньше не учился в театральном, и те, кто позже учился в театральном, и те, кто не учился в театральном, а те, кто там, может быть, закончил студию до этого, когда я в свое время закончил Ферштинского, да? Это Перекресток или Суббота, или театр Москворечник. Много еще других театров народных есть, и своих учеников, которые сейчас в театре Лампушка работают и учатся у меня этому искусству из ничего делать что-то. Вот, всех я вас поздравляю с днем театра. Это замечательное чудо, которое давным-давно родилось, несмотря на все технологии, несмотря на все мультипликации, видеовозможности, несмотря на то, чтобы появилось кино, и все равно это искусство востребовано, оно существует и развивается, не стоит на месте. И у всех зрителей, которые приходят к нам с букетами, и без букетов, со своими чаяниями, и которые приходят совершенно пустые, например, абсолютно пустые, потому что им чего-то хочется, они не знают чего, и приходят к нам, и уходят от нас наполненными. Представляете, что мы тоже наполняемся от того, что у нас вот такой обмен энергии. Катя Котельникова присоединилась. Привет, Катя. Валерий Рохвард пишет, поздравляю с колес. Прямо с колес. Валерий Рохвард, наш поезд. Александра Смирнова пишет, я все пропустила. Конечно. А Олена Пилипенко пишет, пойте, пожалуйста, такие слухая. Олена-то уже закинчилась. Закинчилась, да. В записи будет, можно посмотреть. В записи эта песня будет, и вся программа будет. Пожалуйста, оставляйте свои пометочки, свои замечания, свои предложения, свои отзывы. И мы обязательно прочитаем это и в Фейсбуке, и ВКонтакте, и в Одноклассниках. Вот. А потом это еще будет отдельно выложено в... На Ютуб. На Ютуб, да. Подписывайтесь на наш канал на Ютуб. Может быть, мы даже в будущем перейдем трансляции с Ютуба делать. Вот мы сейчас об этом думаем. Не знаем, как это сделать технически. То есть, мы еще не учились. Нет, ну почему, мы знаем. Знаем, да. Но это... В некоторых местах мы уже... Вот. И еще обязательно приходите, у кого будет такая возможность, 20 апреля мы показываем спектакль «Маленький принц». Приходите, это будет в городе Санкт-Петербург, есть такой город Санкт-Петербург, в нем есть улица Пушкинская 9, там есть такой небольшой театрик, и там будет «Маленький принц». Наверняка, ну, самое такое трепетное, самое такое хорошее, что я сделал со своими учениками за последнее время. Там много музыки, которая написана специально для этого спектакля, она исполняется вживую, полуживую. Очень уникальные декорации каких, вообще, я никогда в театре не видел. Так это, как это правильно называется, трансформер, который тоже собирается во все, что угодно. Я его сочнил, и как-то получилось это сделать. Вот, я наговорился, то есть не наговорился, конечно. Ну, пора бы и честь знать. Спасибо, что были с нами. С вами был Михаил Новицкий, Елена Пинчук, и Вековсовский. Мишка, я его в Векосе нашел. Обнимаемся, до свидания, до новых встреч. Берегите нашу планету. Самый вам. Берегите нашу планету. Продолжение следует...